Ну и мы продолжаем. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Наши корреспонденты проехали от Киева до Луганска. Прошли 22 блокпоста за трое суток. И увидели, как живут на оккупированной территории. Свежих кадров оттуда на украинских каналах не было уже три месяца. Снимать опасно. Снимать этот сюжет пришлось на мобильный телефон. И вот как это было. Много блокпостов и прямых маршрутов до Луганска из Киева сейчас нет. Я представляю себе полуразваленный город. Отсутствие людей. Забрать некоторые вещи. И увидеть, и понять, что произошло. Наталька Иван. Моя любимая песня из моего любимого альбома. Все вроде бы закончилось, но когда ты список своих соседей, когда ты все рассказываешь, там, свою маму, ты воспринимаешь, что все совсем по-другому. Это все слишком далеко от тебя, когда ты видишь в Киеве. На удивление всех, кто ездит регулярно. Все оказалось очень хорошо. Техники практически нет. Блокпосты прошли. Нас ни разу не обыскали. Все проходят замечательно. Мы уже проехали большую часть пути. Скоро заберем сюда. Что значение. Все отлично. Я очень рад. Все, что сегодня вижу, и видел неделю назад, я вам скажу, очень изменилось. Даже меня радует то, что пропускные пункты, я имею в виду блокпосты, настолько вижливые. Вижливые, меня удивило. Я замен, короче. Мы вплотную приблизились к буферной зоне, но я не решила туда заезжать, потому что у нас осталось очень мало времени до комендантского часа. Поэтому мы сегодня останемся в Найдаре, а завтра с новыми силами отправимся на малую родину. В Луганске. Еще полпустые улицы. Людей в раза, наверное, три меньше, чем было обычно. Мало развалин, я думал, в два раза все будет. Ну, по крайней мере, в водосиле все так, как будто бы здесь еще уже ничего нет. Город сожжен. После восьми вообще никто не восходит на улицу. Работают только больницы, света нигде нет. Ничего, ни одного магазина нет, открытого. Подрукты можно купить только в одном месте. Просто каталитический Луганск. Вот здание СБУ, из которого начинали собираться сепаратисты. Жарки, вообще, пошла. Мы стояли здесь, мы чуть дальше вот там вот. И смотрели, как какой-то пыль сбивает здание СБУ, дверь зубец. Я уехал, когда увидел рэкет, когда я узнал о том, сколько моих друзей пострадало от того, что здесь происходит, сколько из них оказалось в СБУ. Я понял, что нужно уезжать, потому что в любом случае дальше будет только хуже. Это делать для того, чтобы стекла не поступали. И заклеивать их скотчем. Но если ты посмотришь, что это не всегда помогает, то в целом стекла, у меня мама ставила стекла на проветривание. Ну, все окна выставляла, потому что нужно обычно сыпать листы из стеклопакета. Мы проходим по этой улице, уже, наверное, сотую выписку закрыто. Ни один магазин не работает. Раньше тут стояло, может, человек 10 вдоль всей аллеи. Сейчас, наверное, человек 100. Люди продают уже последнее, что там осталось. Если бы заработать. Самая большая проблема в Луганах это деньги, которых нет. Вот сейчас я поворачиваю и вот выдаю сейчас слева, вот увидишь, вот смотри внимательно вот на вот это здание, сейчас увидишь. Вот, смотри, вот. Австралий, вот что это? Австралий. Это моя родная школа. Я видел на фотографиях о том, что это случилось. Ну, что, ну, столько все серьезное я не видел. Здесь умер мой знакомый. Когда летела бомба, видимо. Он был здесь со своим ребенком. Накрыл его своим телом. Ребенок остался живых, но естественно нет. Мы уже двигаемся домой. Скоро стемнеет. Вода начнет в 10-ти. Захватили с собой в питьевой, потому что ее практически нигде нет. Приезжает очень редко. До заката нужно попасть домой, потому что все переживают. После этого начинается, местами начинается стрельба. На моих кварталах света еще нет. Когда он появится, неизвестно. Я начал звонить своим родителям, когда узнал, что что попало в мой этаж. Мне об этом сказал один из соседей, который уже в Киеве. Это были, по-моему, они брали трубку минут пять, наверное. Это были самые, самые страшные, наверное, пять минут в моей жизни. Я вообще не знал, что делать. Как, что, и при всем вероятность того, что попало в мою, по диетам, ну, именно в мою квартиру, где-то 50%. Моя квартира находится вот, пятнадцать метров. Нам просто повезло. Я узнаю свой город. Ну, это как человек, который постарел на лет двадцать. Вот, смотри. Вот тазик. Вот какая-то вода есть. Будем набирать, нется. Вот ковшик. Давай выпьем за мной город. Чтобы у него было будущее. Сейчас за окном слышно выстрелы. Одиночные. Я думал, что их будет меньше. Но они продолжаются и продолжаются. На часах полдевятого. Уехать надо за сюда, чтобы приехать всего просто и спокойно и нормально. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Все, узнал, 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 узнал. Я пришел, окружился такси. Из города уехать очень тяжело, потому что никто ехать не хочет. Главное, цены, там по три тысячи гривен доехать, да. Сарабейская, это счастье. В общем, таксистов, которые согласны выехать за нормальные приемлемые деньги, практически нет. Ты провел сутки в Луганске те же декорации, а город другой. Все не верят, что все закончилось, и больше ничего не будет в нашей жизни. Я вернулся из Луганск, вот, мы увидели по Киевскому вокзал. Главное впечатление, которое осталось, потому что я увидел, что всем насыщенные людей, которые там останутся. в Киевскому вокзалу,